Этой ночью в городе Покрове произошла трагедия. Поезд Санкт-Петербург-Нижний Новгород протаранил пассажирский автобус. ДТП произошло 6 октября в 3.39 на железнодорожном переезде. По предварительной информации, рейсовый автобус «Мерседес» с казахстанскими номерами заглох, переезжая железнодорожные пути. На место аварии незамедлительно выдвинулись все спецслужбы. Был развернут мобильный штаб. Происшествие произошло на регулируемом железнодорожном переезде в результате нарушения водителям правил дорожного движения. К сожалению, в этой ситуации есть погибшие и пострадавшие. Пострадавшие отправлены в центральную районную больницу Петушинского района. Им оказана необходимая помощь. Находятся под крестом внимания медиков. По предварительной информации, «Мерседес» с 56 пассажирами возвращался из Московской области. Один из источников указывает, несмотря на номера Республики Казахстан, в автобусе находились граждане Узбекистана. По одной из версий, водитель «Мерседеса» пытался проскочить железнодорожный переезд перед движущимся поездом и выехал на запрещающий сигнал светофора. По уточненной информации, у автобуса произошла поломка. В момент столкновения автобус находился на железнодорожном переезде на запрещающий сигнал светофора. Более 10 человек, находившихся в момент аварии в салоне автобуса, погибли. Пострадавших среди пассажиров поезда нет. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. На данный момент официально подтверждена гибель 16 пассажиров рейсового автобуса. 37 пострадавших в ДТП были развещены в пункты временного размещения в Доме культуры в Покрове. Трое тяжелораненых, двое детей и один взрослый были срочно доставлены в больницы города Владимира. Как сообщает независимый источник, выжили в аварии те, кто проснулся и успел выскочить из автобуса в момент его столкновения с поездом. Мы были готовы к приему пострадавших. То есть были подготовлены места для того, чтобы принять и оказать помощь пострадавшим. Но ночью к нам больных не доставили. А в утренние часы, в 9 часов примерно, был доставлен один пациент. У него сочетанная травма тяжелая. И в настоящее время состояние его стабилизировано и он находится в отделении реанимации. На место трагедии выехала губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Создана специальная комиссия, которая занимается выяснением всех причин аварии. Глава региона ситуацию взяла под личный контроль. Сейчас следственный комитет, следственный комитет на транспорте, следственный комитет по Владимирской области заканчивают действия. Здесь стоит уже 6 машин, которые будут транспортировать трупы во Владимир, в морги. Все вопросы решены. По факту ДТП, следственным комитетом возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи осматривают место происшествия. Назначены судебно-медицинские и другие экспертизы. Организована горячая линия. Борис Пучков, Виталий Сергеев, Губерния 33.